Збигнев Бжазовский. Баллада о чертике и училище черной магии. Случилось это давно. Еще когда в средней школе было семь классов. Еще когда Большой Войток был такой, как сейчас Примерназютык, лет семь назад. За столько лет история эта как бы немного поистрепалась, стала похожа на зачитанную книжку со стихами, или на другую, без обложки, где были сказки. Эти книжки, переходя из рук в руки, долго путешествовали по спальням. Откуда взялся чертик? Может кто-то где-то умер, или попал в больницу, или на долгий срок в тюрьму. А может быть чертик ходил с ряжеными в каком-нибудь далеком селении и пел калятки. Потом повернуло к весне. Ряженые, всякие там смерти и ироды, переоделись и разошлись по домам. А он, настоящий, остался один. Может быть не знали, что с ним делать, и поэтому отправили в детский дом. Как его привезли? Новеньких всегда привозят перед обедом. Сперва попадаешь в попечительский совет, оттуда развозят по детским домам. Пока нового воспитанника оформляют в канцелярии, он ждет и не знает, что будет дальше. Так было с Войтоком. А когда привезли чертика, была ночь, и разразилась ранняя апрельская гроза. Под дождем, при вспышках молний, к главному корпусу подкатил черный автомобиль. Дом стоял темный и казался пустым. Из автомобиля вылезли двое неизвестных. Вытащили чертика, забарабанили в дверь, а потом уехали неведомо куда. Войток все это видел. Не в дырочку от сучка, так можно увидеть взрослого черта, а через натреснутое окошко. Войток в детском доме был тоже первый день. А вернее, первую ночь. Он тогда был маленький, на новом месте чувствовал себя неуютно, и в ту ночь долго не мог уснуть. Чертика определили в ту же группу, куда и Войтока. Прямо на следующий день чертик подрался с ангелами. В их группе были два брата по фамилии Ангел. Началось это так. У Войтока был с собой пакет, а в нем кое-какие сладости. Печенье, конфеты, два апельсина. Пришли ангелы. Белобрысые, глаза голубые, рожи туповатые. Пришли и говорят, твое мое, твое наше, коммуна. Войток не понял. А ангелы протягивают руки к пакету. Войток стал держать крепче, не помогло. Отобрали и ушли. В спальне было еще трое таких малышей, как Войток. Они объяснили, что ничего тут не поделаешь. У ангелов сила. А жаловаться только хуже. Если бы Войток сразу отдал пакет, они, глядишь, чего-нибудь ему бы оставили. Тут пришел чертик. Волосы темные, смуглые. Спрашивает. В чем дело? Малыши расхрабрились. Рассказывают, что да как. Ангелы отобрали у новенького сласти. Выслушал их чертик и ушел. И вдруг как загрохочет, этот чертик хитростью заманил старшего ангела в умывалку. Хоть он и был меньше, зато знал разные бесовские штуки. И поколотил старшего ангела. А с младшим вообще справился одной левой. Возвращается чертик. Несет Войтока в пакет. Держи. Войток просит, чтобы он взял себе сколько хочет. А чертик скривился презрительно. И отвечает, что ему ничего не надо. Тогда Войток вытащил самое лучшее, что там было. Апельсин. Как горящий ярким светом фонарь. Возьми, говорит. Поглядел чертик. Огненная красота апельсина, видно, его заворожила. Он заколебался. Возьми. Ну, возьми, упрашивает Войток. Попробуй. Ладно. Только половинку. И попробовал. Капал оранжевый сок. Чертика звали Мирок. На крови не клялись. Если и была капля крови, то не Войтоковой, а чертика. Капелька крови на губе после драки с ангелами. Но в тот день, вместе с пламенным апельсином, Войток отдал чертику душу. И чертик эту душу принял. Войток стал ходить в третий класс, а чертик, хотя по возрасту ему надо бы в шестой, в седьмой. В начале мая директор детского дома вызвал чертика к себе в кабинет. «Чертик, ты заходил вчера с картой к нашей главной поварихе?» «Заходил». «А правда, что ты ей показывал, как добраться до Лысой горы?» Чертик возмутился. «Она сама попросила?» «Собирается в отпуск куда-то в те края». «Я проверю», — сказал директор. «Но есть еще одно дело, поважнее. Пора подумать о будущем. Ты заканчиваешь седьмой класс. Что дальше?» «Я собираюсь в училище черной магии». Тут смешалась секретарша. «Это еще что? Я не первый год работаю в системе просвещения. В нашем ведении такого училища нет. А раз нет в системе просвещения, скорее всего, оно вообще не существует». Чертик покосился на секретаршу. «У меня есть номер телефона». «Сейчас проверим», — заявил директор. Чертик дал ему листочек. Номер был из 13 цифр. Директор поднял трубку, набрал номер, с минуты прислушивался. «Странно», — сказал он. «Не то занято, не то просто сова ухает. Послушай сам, если не веришь». И протянул трубку чертику. Далеко-далеко, на другом конце провода явственно ухала сова. «Нет уж, извините», — опять встревает секретарша. «По-моему, это недоразумение. Откуда такой длинный номер? Я не первый год работаю в системе просвещения, однако...» Она пододвинула к себе телефон, и тогда из трубки вылетела шаровая молния. Приведя в чувство секретаршу, директор продолжил разговор с чертиком. «Я считаю, это бессмысленная затея. Выкинь свою черную магию из головы. У меня есть на примете другое училище». «Какое», — удивился чертик. «Школа животноводства. Мне вчера оттуда звонил завуч Путта. «Коллега», — говорит, — «у нас полно свободных мест, а желающих мало. Мальчики и девочки из детского дома должны идти к нам. Вы, коллега, скорее поймете, что нашей школе нужны ученики, и пришлете детей. А когда у детей есть родители, то родители этого не понимают». «Я хочу в училище черной магии», — сказал чертик. «Школа животноводства недалеко. У них прекрасный интернат. Получишь хорошую специальность. Думаю, не пожалеешь». А чертик, выйдя от директора, сказал Войтуку. «Школа животноводства? Ну что ж, тогда я выведу Василиска». Почему чертик решил вывезти Василиска? Может, он хотел доказать директору, что не лошади с коровами его интересуют, и не овцы, а другие, более диковинные животные? Или собирался сразу же, после поступления в школу животноводства, досадить завучу пута? А может быть, не исключено, что ему хотелось понравиться Зоське, дочери завучу пута, которая училась с ним в одном классе? Василиск, как известно, вылупляется из яйца, снесенного петухом. У детдомовского завхоза и у директора были собственные куры. И еще у них был общий петух. Этого петуха и присмотрел чертик. Петух прогуливал стайку кур в тихом садике за главным корпусом. Туда мало кто заглядывал. Чертик перелез через ограду, а Войтек остался караулить. Он должен был следить, не идет ли кто. Петух расхаживал с важным видом, вожак стая, отец многочисленных цыплят. В первую минуту даже внимания на чертика не обратил. Чертик покрошил на землю хлеб. Петух заинтересовался, подошел поближе, за ним куры. Но чертик кур отогнал, ему надо было поговорить с петухом с глазу на глаз. Начал он с объяснения, что же, собственно, такое черная магия. Черная магия – это всяческие чародейства, волшебные слова. Заговоришь, например, облако, и оно превращается в человека или человек в облако. А девчонкам, вроде зоськи, показываются зеркала. Посмотришь в них, а там порхают заколдованные черные бабочки. Петух недоверчиво склонял голову на бок, бормотал что-то по-своему. Все это не казалось ему убедительным. Но чертик не отступился, поддал жару, раскритиковал завуча пута, заявил, что ему, чертику, школа животноводства решительно не понутру, и, не объясняя зачем, потребовал, чтобы петух снес яйцо. Тут петух, похоже, встревожился. Стал переступать с ноги на ногу, и в квохтане его отчетливо послышалось негодование. Чертик тоже повысил голос. Войтаку стоять на стреме скоро наскучило. Из разговора он мало что понял и принялся вертеть головой по сторонам, глазеть на весенние деревья. Время шло. Солнце снижалось. Того и гляди, петуху пора будет в курятник на насест, а ребятам ужинать, мыться и спать. Посмотрел Войтак сквозь проволочную ограду. Чертик устал от уговоров, но не сдается, и петуха вроде спесь и поубавилось. Войтак повернулся к ним спиной. Глядит, идет толстый, важный мужчина, толстая женщина и с ними девчонка. Ничего из себя лет 14. Потом выяснилось, что это семейство пута шло в гости к директору. Тут и чертик обернулся. Увидел девчонку. Побледнел, покраснел, дернулся, точно хотел убежать. Петух, скорее всего, не понял, в чем дело, но поведение чертика и вид троих пута произвели на него ошеломляющее впечатление. Вдруг он решился. Присел, закукарекал, заквахтал и снес яйцо. Зойска, которая через ограду увидела чертика, неизвестно почему, почувствовала себя оскорбленной. Надулась и отвернула голову. А петух с ужасом смотрел на снесенное им черное яйцо. Когда семейство пута скрылось за дверью дома, петух снова закукарекал страшным, будто и не петушиным голосом и взлетел. Но не упал, пролетев несколько метров, как обыкновенно петухи, а стал подниматься все выше и выше. Он был похож на коричневого орла, на коричневую планету, освещенную заходящим солнцем. На точку. И совсем исчез. На следующий день, сразу после обеда, директор снова вызвал чертика. Чертик, нам каждое утро привозят молоко, верно? Привозят. Молоко всегда принимает главная повариха. Обычно из него варят молочные супы. Сегодня мы остались без молочного супа, верно? Верно, согласился чертик. А кто утром приставал к поварихе, чтобы заговорило молоко? Не заговорило, просто не брала, защищался чертик. Неважно, так или иначе, молоко она не приняла. И его увезли обратно. Да, но молоко-то сегодня было порченное. Как это порченное? Очень просто, водой. Я сам видел, как они остановились перед воротами. Один сходил за ведром и долил воды. Директор замолчал. Барабанил пальцами по столу. Хотел, видно, еще спросить про петуха, исчезновение которого почему-то связывал с особой чертика, но не знал, с чего начать. Ну ладно, иди. Только запомни, никаких учились черной магии. Школа животноводства. Когда чертик был уже на пороге, директор еще о чем-то припомнил. Ага, а правда, что ты обещал дочке заоча Пута корону и полцарства? Чертик не ответил. Петушина яйцо должна высиживать жаба. В ту весну запомнилось ребятам под окном спальни чертика прыгало множество жаб, но чертик привередничал. Нелегко найти солидную, добропорядочную жабу, которая сумела бы вывести Василиска. С середины мая чертик почти все время ходил босиком. Семиклассники, даже те, которым исполнилось тринадцать, разутами ходить обычно стесняются. И раньше тоже стеснялись. Даже в очень теплые дни, когда трудно выдержать в кедах и приятно ступать босыми ногами по нагретой земле. Босиком чертик ходил неспроста. Это имело отношение к выращиванию Василиска, потому что Василиска к тому времени вылупился из яйца. В спальне его чертик понятное дело не держал. Однажды чертик позвал Войтока. Он уже подрос. Хочешь посмотреть? Войток хотел. Снимай сандалии. Зачем? Так надо. Войток снял. Чертик повел его по тропинке через парк, через луг и рощу в дремучий лес. Тропинка, по которой они шли, вдруг дрогнула и попыталась убежать. Войток чуть не шлепнулся, но чертик ловко придержал тропинку ногой. Надвигались тяжелые грозовые тучи. В воздухе потемнело. Войток устал не по себе. Мирок, я слыхал, на кого Василиск посмотрит, тот превращается в камень. Небось, сказал чертик и раздвинул ветки. На полянке стоял диковинный зверек, похожий одновременно на большого индюка и на маленького змея Горыныча, сплошь покрытый чешуей. Стоял задом, привязанный к пеньку. А если обернется и посмотрит. И в эту минуту Василиск повернул голову. Но ничего не случилось, потому что чертик заранее нацепил ему на клюв темные очки. Можешь его погладить, разрешил чертик. Войток протянул руку, дотронулся до жестких чешуек. Возвращались по той же тропке. И снова она норовила удрать из-под ног, но не тут-то было. Теперь Войток знает, что тропинку, ведущую к заточенному в лесной чаще Василиску, нужно легонько придерживать пальцами ног за пучки, колышущиеся на ветру травы. Либо просто поддать ей голой пяткой, чтобы успокоилась. Возможно, чертик еще и потому ходил босиком, что ни в какую школу животноводства не собирался. Он был уверен, что все равно попадет в училище черной магии. А поскольку училище это находилось очень далеко, хотел захватить в дорогу память о земле в лесу и парке, об островках теплого песка и даже острого гравия. В общем, все, что поздней весной чувствуешь под босыми ногами. Неужели дочка Завыча Пута так ни разу не прикоснулась к чешуйкам Василиска? А может, чертик все-таки показал его ей? Она фыркнула. Подумаешь, невидаль, Василиск? Неизвестно. И еще чертик начал выпиливать кольцо. Конечно, волшебное и заговоренное. Колдовал над ним несколько дней, но в конце учебного года потерял к кольцу всякий интерес и сказал Войтоку, что все девчонки дуры. Кольцо это недоконченное, недозаколдованное теперь у Войтока. Он хранит его как память. Говорят, на выпускном вечере седьмых классов произошел странный случай. Выступала Зося, пела песню «Ах, если б крылья иметь за спиной». Крылышек захотелось «Получай!» пробормотал чертик, и у Зоськи выросли крылья. Она запнулась, но не подала виду, что чертиковые выходки ее задевают. Продолжала петь «Я бы полетела за тобою!» Чертик разозлился и сказал «Ну и лети!» и Зоську Пута вынесла в открытое окно. Было так на самом деле или не было, тогдашних семиклассников тоже всех разнесло по свету. Кто пошел в техникум, кто работать, некоторые учатся в институте. Трудно отыскать тех, кто помнит. Завуч Пута, правда, признается, что ездил тогда куда-то к черту на куличке, только отрицает, что за дочкой. Во всяком случае, когда директор в последний раз беседовал с чертиком, о Зоське речи не было. Директор только втолковывал чертику, что главная повариха и не думала накликать дождь, просто у нее ревматизм, и она наперед знает, когда испортится погода. Говорил, что чертик он там или не чертик, а воспитателей слушаться обязан. Ему, директору, надоело постоянно вызывать его к себе. Под конец велел, чтобы чертик готовился к экзаменам в школу животноводства, чего чертику решительно не хотелось. Войток теперь не считает, что школа животноводства это плохо. Если кто-то любит настоящих лошадей с их светлыми развивающимися гривами, если кто-то любит ласковых послушных овец, он должен после окончания семилетки идти в такую школу. Если человек хочет, чтобы у него дома хорошо работал телевизор, то пускай даже этот телевизор взорвется, нужно еще в больнице написать заявление о приеме в радиотелевизионный техникум. Однако же если кому-то по душе черная магия, надо идти в училище черной магии. Что бы чертик делал в школе животноводства? Вероятно, и чертик так считал, потому что не послушался директора, не к экзаменам стал готовиться, а пошел без спроса купаться. Хуже того, взял с собой Войтока. За ними увязались братья-ангелы, которые, несмотря на свою фамилию, тоже не слушались воспитателей. Войток помнит, что в тот день была жара и пылища, земля обжигала пятки. По дороге чертик доказывал Войтоку, что в училище черной магии интернат еще лучше, чем в школе животноводства. При интернатских столовках обычно держат свиней, которых кормят обедками. В училище черной магии все, разумеется, по-другому. Существуют ведь животные более подходящие для такого училища. Для чертикового Василиска лучше места и не придумать. Купаться пошли на пруд у опушки леса. Наверное, после того купания пруд стали называть чертовой ямой. У берега там сперва совсем мелко, но через несколько шагов начинается глубина. Теперь уже Войток знает, как страшно может закончиться такое купание. Чертик и ангелы заплыли на середину. Надо признаться, плавали они хорошо. Войток болтыхался у берега. Но когда он зашел немножко, ну просто чуточку подальше, тут оно и случилось. Дно убежало куда-то назад, а вода всколыхнулась и в одно мгновение накрыла Войток с головой. Он вынырнул в мир и к спа, тогда чертик быстро поплыл к нему, а ангелы к берегу. Можно неплохо плавать, но спасать утопающего очень трудно. Говорят, это прекрасно, неправда, ничего прекрасного. Захлебываешься и чувствуешь омерзительное дыхание смерти. На берегу стояли ангелы, прибежали еще какие-то люди, но никто не бросился на помощь. Наконец, чертику удалось вытолкнуть Войтока на мелкое место. Браво, браво, кричали люди, стоящие на берегу. Ангелы даже, кажется, запели «Слава, слава». Но когда чертик захотел выйти из воды, в том месте, где только что был Войток, он уступился и упал. Когда увозили чертика, был ясный день. Жарища. Проводить его собралось много народу. Всем было очень интересно. Непростой как-никак мальчик. Шли большой толпой. Впереди Завучпута с дочкой. Войтока вела за руку главная повариха. Она убеждала Войтока не убиваться так, ведь он не виноват. Если ему взгрустнется, пусть заходит к ней, поговорят о разных чудесах. Повариха считала, что, возможно, кто знает, путь в училище черной магии идет именно через этот пруд. Обещала давать Войтоку добавку, когда будет молочный кисель, и просила, чтобы он не плакал. И он не плакал. Яму чертику вырыли глубокую, словно для того, чтобы ему было ближе до преисподней. Когда уже собрались его опускать, повариха шепнула Войтоку «Попрощайся». Войток протиснулся, сказал «Пока». И задрал вверх голову, так как ни за что на свете не хотел заплакать. А в густой листве на дереве сидел Василиск. И маленький дружок чертика не выдержал. «Мирок!» крикнул он и разревелся. Тогда чертик вдруг ожил и выглянул из гроба. К нему подскочил Василиск, подставил спину. Чертик вспрыгнул, Василиск припустил рысцой. В первую минуту все обалдели. Раньше других опомнился Завуч Пута. Он понял, что ученик, которого ждут в школе животноводства, удирает в училище черной магии. Завуч Пута бросился в погоню. За ним Зоська одумалась наконец и еще разные люди. Василиск, почувствовав, что за ним гонятся, приостановился, повернул голову и глянул поверх очков. Преследователи тоже почти все они ненадолго окаменели. Субтитры 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 Субтитры